В Нефтьюганске сдвинулись с мёртвой точки решение вопроса по расселению детей-сирот. Накануне сразу 17 уже взрослых, но ранее оставшихся без родителей жителей города, получили ключи от своих квартир. Напомню, в нашей стране не имеющие жилья сироты после своего 18-летия вправе рассчитывать на квадратные метры от государства. Сколько нефтьюганцам пришлось ждать новоселья, расскажет Наталья Соловьёва. На удачу первой в эту квартиру запустили кошку по кличке Мурка. До этого со своей хозяйкой Анастасией Селиной они жили в так называемом манёвренном фонде. В комнате с подселением переехали вчера. Девушке, которая с рождения жила без родителей, из своего угла собственную квартиру предоставило государство. Так в нашей стране поддерживают молодых, которым просто некому больше помочь с приобретением недвижимости. Сирота с рождения осталась. До 14 лет жила с бабушкой, а потом приняла решение сама уйти в детский дом. Я с уверенностью могу теперь сказать, что у меня есть дом, что я никогда не буду там искать, где мне пожить или переночевать. У меня есть дом свой. Это и этим всё сказано, я думаю. Свою квартиру Анастасия должна была получить ещё на 18-летие. Однако новоселье девушка ждала целых три года. В Нефтьюганске образовалась очередь из детей-сирот, которые ждут положенных им квадратных метров. На сегодняшний день в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит 57 лиц, право которых не реализовано с 2019 года, которые не являются собственниками жилых помещений, либо членами семей-нанимателей. По этой программе местные власти могут выкупать жильё как на первичном, так и на вторичном рынке. Но собственники, желающие продать квартиры, не хотят участвовать в торгах. Местным властям приходится ждать ввода новостроек. А с 2014 по 2018 год в Нефтьюганске практически не велась застройка. Зато теперь квартиры раздают более активно. Только в прошлом году очередь удалось сократить на 33 фамилии за счёт ввода нового дома. Также мы предоставили детям-сиротам в прошлом году 20 жилых помещений, которые как раз были приобретены по контрактам предыдущего года. 18 квартир мы получили от застройщика, который был банкротом, достроили дом. И также предоставили детям-сиротам. В этом году планируется приобретение 60 жилых помещений для детей-сирот. В идеальном сценарии развития событий очередь будет ликвидирована. И ключи от новых квартир нефтьюганские сироты смогут получать на свой 18-й день рождения. Наталья Соловьёва, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», Нефтьюганск. Субтитры создавал DimaTorzok